Еще 4 месяца назад на этой площадке царили тишина и запустение. Предыдущий застройщик компания «Кубанькобстрой» прекратил работу из-за финансовых проблем. Ушел, бросив на месте сломанную технику и три дома. Больше 1200 человек превратились в обманутых дольщиков. Работы в жилищном комплексе «Семь вершин» возобновились только после того, как краевой администрации удалось найти нового застройщика. Первую многоэтажку на улице Снесарева рассчитывают сдать уже в следующем году. Жилищный комплекс «Семь вершин» – положительный пример. Но есть и такие случаи, где даже найденный инвестор еще не гарантия достроенного дома. Об одной из таких историй губернатору сегодня рассказали дольщики «Рич Хаус» – жилого комплекса в Краснодаре. Недобросовестный застройщик просто отказывается передавать права на завершение работ другой компании, которую нашли на замену. Просрочка по сдаче домов составляет уже более трех с половиной лет. Последние полтора года это уже была наша сбалансированная работа дольщиков и администрации города Краснодара. Самой большой проблемой в вопросе достройки дома стало подключение инженерных сетей к комплексу. Нет ни света, ни газа, ни канализации, ни водоснабжения. Решение о проблемах обманутых дольщиков часто упирается в законодательные лазейки, позволяющие недобросовестным застройщикам держаться на плаву. Поэтому необходимы структурные изменения. Венимин Кондратьев предложил разработать их на федеральном уровне руководителю рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков Александру Сидякину. Пока не будет конкретных решений, проблему мы эту не сдвинем. А мы сегодня все время ее решаем, решаем с точки зрения бьем по хвостам. А что бить по хвостам? Давайте лучше загадать все таким образом, повернем, чтобы не допускать это. А сегодня, конечно, можно и законы применять, и еще, и еще, и еще. И подсаживать сегодня недобросовестных застройщиков на то, что сегодня власть все равно с нами будет подкидываться и никуда она не денется. Обманывали и будем обманывать. Плодили и будем дольщиков плодить. Вот это бить по хвостам нужно уже с этим завершать. Нужно реально создать такое правовое поле на федеральном уровне, которое не позволит недобросовестным застройщикам вообще по природе появляться. Ситуация эта, конечно, типичная не только для Краснодарского края. У нас на сегодняшний день, по разным данным, около 1200 объектов проблемных по стране. Это почти 100 тысяч человек. Мы выработали механизм, по которому предотвратим появление большого количества дольщиков в будущем. Значит, будет создан компенсационный фонд. Каждый застройщик будет отчислять не в страховую компанию, а в этот компенсационный фонд 1,2%. Серьезные требования к застройщикам и в части ограничения, так называемых пирамид, о которых вы сказали. Теперь одна компания, одно разрешение на строительство. Необходимо навести порядок и с разрешениями на строительство. Сейчас ситуация парадоксальная. По сути, в администрации города или района обязаны дать добро на стройку любому, кто придет с полным набором документов. Разве есть основания у мэра любого города не дать разрешение на строительство? Вообще никакого основания нет. Правовое поле здесь никак не защищает, только потому что есть исчерпывающий перечень документов, при которых мы обязаны выдать разрешение на строительство. И вся его прошлая история абсолютно не учитывается. Ну хоть что-то там, какую-то такую норму, чтобы позволяло нам на самом деле исходить из строительной истории этой организации, понимать, что или кто перед нами. Ну, коллеги, мэры, сидите, так или не так? Совершенно верно, Веренимович. Мы сегодня на себя берем ответственность в части принятия решения, не выдачи разрешения на строительство, хотя пакеты документов соответствуют градостроительному кодексу. Но это просто фирмы, допустим, однодневки, которые еще не попадают под те изменения, которые у нас вносятся, которых мы хотим убрать со строительного рынка, потому что мы знаем точно, что они пришли именно за наживой. В том числе из-за таких неправильных строителей, но с правильными документами в Краснодарском крае свое жилье не могут дождаться 6,5 тысяч человек. А сроки сдачи сорваны по 127 домам. При этом некоторые руководители недобросовестных компаний, набив свой карман сотнями миллионов рублей долевых денег, находятся всего лишь под подпиской о невыезде. С начала года в регионе возбудили 190 уголовных дел, связанных с недобросовестными застройщиками. Усилиями краевой администрации по каждому недостроенному дому пытаются найти нового инвестора. Люди, которые годами ждали купленного жилья, с трудом верят, что получат собственную крышу над головой. Ни одно не было исполнено обещание. Как мы можем верить? Стройка у нас стоит фактически. У нас с 13-го числа голодовка началась. Это неконструктивно. Это сегодня где-то, может быть, кричащая мера, я тоже понимаю. Но лучше, но лучше выработать алгоритм и совместно контролировать этот алгоритм. Власти обещают, там, где найден новый застройщик, дома будут сданы в эксплуатацию. Конечно, не сразу, но гарантированно. Вы в курсе, что сегодня в Сочи решается вопрос о сносе более полутысячи незаконно возведенных объектов? На курорте ежедневно выявляют самоволки. С нерадивыми застройщиками работают не только власти региона и города. Проверки проводят службы ФСБ и ФСО. Здравствуйте, я Инга Габешия. И на канале ФКТ «Время» программы «В курсе». В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Как идет борьба с черными застройщиками и каких результатов добились в Сочи в деле ликвидации самостроев. Сложившуюся ситуацию мы обсудим с заместителем директора департамента строительства администрации города Сочи. Наш гость сегодня Михаил Неудачный. Здравствуйте, Михаил Николаевич. Здравствуйте. Сочи один из лидеров края по строительству. Ну, в принципе, это и понятно. Город большой, курортный. Здесь многие стремятся, если не жить, то иметь так называемую летнюю квартиру. Да и местные жители тоже покупают жилье. Вот поэтому как сегодня обстоит дело с жилищным строительством? Ну, вот был бум перед Олимпиадой и после нее. А сегодня? С 2000, после завершения сроков действия моратория, Олимпийского моратория на строительство жилья, город от 2015, 2016, 2017 года восстанавливает темпы роста жилищного строительства. Он является вторым по объемам жилищного строительства муниципальным образованием в Краснодарском крае. Жилищное строительство у нас развивается как индивидуальное, так и строительство многоквартирных жилых домов. Причем индивидуальное у нас является преобладающим и составляет более 2-3 от общего объема вводимого строящегося и вводимого в эксплуатацию жилья. В прошлом году мы ввели в эксплуатацию 295 тысяч метров квадратных жилья, из них 110 тысяч было многоквартирных. Это второй по объемам ввода жилья город в Краснодарском крае. В начале программы мы с вами посмотрели видеоматериал. Не были ли вы участником этого совещания, которое проводил губернатор Краснодарского края? Вот на последнем совещании, на котором посчастливилось и мне поприсутствовать, губернаторам четко и ясно было перед федеральным центром поставлен вопрос. Инструмент, по которому можно будет решать вопросы обманутых дольщиков. На сегодняшний день такого, я уже говорил, такого инструмента, к сожалению, нет. Есть так называемые полуэрзации, полутона, в рамках которых мы пытаемся те или иные вопросы. А четких и ясных инструментов на сегодняшний день нет. И это первое. Второе. Но это не говорит о том, что мы не будем работать с участниками долевоза. Не мы. И мы будем работать. И губернатор объявил, что он является одной из приоритетных задач органов исполнительной власти. Работа с обманутыми дольщиками. Абсолютно верная политика, потому что это жители нашего региона. И защита социально-экономических интересов жителей региона является одним из основных задач всех уровней власти. В Сочи более двух тысяч обманутых дольщиков. Они периодически собираются на митинги и ждут, что застройщика все-таки понудя достроить дом. Вот есть ли такие ситуации, когда действительно удавалось, как говорится, довести объект до ума? Проблема обманутых дольщиков является не только проблемой города Сочи и даже не только проблемой Краснодарского края. Это проблема федерального значения. На сегодняшний день, по официальным данным Уполномоченного Органа Федерального Министерства Строительства, Жилищно-Коммунального Хозяйства России в стране, 776 объектов, в строительстве которых нарушены права участников долевого строительства. К сожалению, Краснодарский край в списках регионов занимает в этом вопросе одно из лидирующих мест по количеству. Эта печальная участь не минула и город Сочи. На 1 января 2016 года в Краевом реестре объектов, со стройщиками которых нарушили права участников долевого строительства, числилось 29 объектов. В течение полутора лет из этого скорбного реестра усилиями администрации, усилиями дольщиков, усилиями внешних управляющих были исключены 10 объектов. На сегодняшний день их 19. В планах 2017 года завершить выполнение строительно-монтажных работ по трем объектам и дополнительно исключить из этого реестра один объект путем заключения с участниками долевого строительства дополнительных соглашений к договору долевого строительства, по которым будут продлены сроки этого строительства. Этим самым будет исключено невыполнение обязательств застройщика перед гражданами, участниками долевого строительства. К примеру, многострадальные ЖК «Ямайка» на «Мамайке» сложно не заметить объект. Какова его судьба? ЖК из 2138 участников долевого строительства, перед которыми нарушены обязательства застройщиков, наиболее проблемным на сегодняшний день являются объекты, застройщиками которых выступили компании, аффилированные с строительным концерном ВАНТ, в том числе и закрытое акционерное общество «САФИ», строившее объект, комплекс жилой застройки по улице Крымской, 166. Всего было по этому объекту дано разрешение на строительство семи отдельно стоящих литеров. Два литера были введены в 2008 году, а пять литеров были приостановлены в 2008 и 2009 году. Кроме этого, застройщикам без разрешения на строительство началось возведение еще два аналогичных, по аналогичному проекту литеров. С 2009 года стройка, к сожалению, стоит 502 участника долевого строительства, признаны кредиторами общества. Общество находится в стадии внешнего управления. Вот буквально вчера нашими совместными усилиями мы не избежали сползания его в конкурсное производство, было продлено внешнее управление еще на полгода. На сегодняшний день на объекте проведены инженерные обследования, инженерно-техническое обследование, по которому определено, что объект имеет право жить дальше. Он может, его конструктив после выполнения определенного комплекса восстановительных работ может быть дальше. На сегодняшний день внешний управляющий, который вступил в полномочия внешнего управляющего полгода назад, составил план внешнего управления. Этот план внешнего управления буквально в прошлую пианицу был принят общим собранием кредиторов, составлена дорожная карта, по которой будет реализовываться. Вопрос реализации, определены перспективы, направления определены. Мы все-таки ждем, когда федеральные и краевые законодательные органы вручат нам, муниципалам, инструменты, по которым мы сможем представлять либо компенсационные участки, либо будут прописаны, каким образом мы сможем увеличивать площадь застройки этажности или иными способами. К сожалению, действующее законодательство не позволяет нам, мы не имеем таких инструментов, которые позволяли бы решать проблемы тех дольщиков, которые уже признаны. В июле текущего года в Государственной Думе принято, президентам подписан закон, по которому с 2018 года все застройщики, участники долевого строительства будут отчислять средства в государственную компанию, которая называется компенсационным фондом. Размер этих отчислений на первом этапе определен в размере 1,2% от стоимости заключенных договоров. Из этих средств предполагается завершение строительства тех объектов, по которым возникнут проблемы после 2018 года. То есть те договора, которые будут заключены от 2018 года и дали, к сожалению, инструмента решения вопроса по ранее возникшим проблемным объектам на сегодняшний день еще нет. Хорошо, а вот еще одна характерная для Сочи ситуация. Дом построен, сдан, люди в нем даже прописаны, но маются с коммуникациями. То считаем не разделяют за свет и воду, то отключают тот же свет за долги застройщика. Вот как в такой ситуации им быть, куда обращаться? Все, что вы сказали, является результатом так называемых серых, неправильных и прочих схем, которые одно время очень пышным цветом свели, расцветали в области жилищного строительства и не только в городе Сочи. Это является результатом того, что ряд недобросовестных застройщиков в целях обхода, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, решает их в судебном порядке. А судебная практика, к сожалению, на сегодняшний день определяет только безопасность проживания гражданин. Делается экспертное заключение о безопасном или небезопасном проживании. А вот наличие сетей экспертными заключениями не описывается. И таким образом, получив на руки судебное решение о праве собственности на построенный объект недвижимости, застройщик выделяет квартиры, граждане получают свидетельство на право собственности, а одна из главных затратных составляющих при строительстве любого объекта недвижимости – это обеспечение инженерными сетями – остается невыполненным. И граждане, въезжая в этот дом, имеют вот этот комплекс, букет проблем, которых им надо теперь уже решать самостоятельно. Поэтому, когда граждане видят на рынке предложение, которое отличается от среднесложившееся по рынку в сторону уменьшения, надо всегда очень внимательно и осторожно относиться к этому предложению и всегда изучать, а что же стоит сзади за этим предложением, какие проблемы. Потому что, ну, коммерсант не может реализовывать свой товар, и ниже рынка, значит, какие-то есть по нему вопросы. Да, есть такой факт, что в Сочи не так много новостроек, которые бы идеально подходили под все критерии правильного жилья. У нас в городе очень много домов со статусом «не квартира, жилых помещений». Так вот, что, по вашему мнению, в первую очередь должно насторожить потенциальных покупателей? Давайте будем рассматривать среднеарифметические варианты, то есть не бизнес-класс, а тот самый эконом, который чаще рассматривает большинство горожан. Первым делом, когда вы поставили перед собой задачу и начинаете ее реализацию по приобретению жилой недвижимости, надо понимать, кто вам предлагает ее, кто предлагает вам быть участником совместного проекта. Фактически это совместный проект реализации. Вы своими деньгами участвуете в реализации строительства и водоэксплуатации жилого дома. Во-первых, надо посмотреть, а есть ли вообще реальный опыт у застройщика в реализации предложенного вам проекта. Какой этот опыт и какая репутация у этого застройщика по реализации строительства жилых домов? Второе. Есть ли у него разрешение на строительство? Надо посмотреть, если это уже уровень котлована или уровень второго-третьего этажа. Надо посмотреть, а реализует ли он в параметрах, которые было предусмотрено, или не в параметрах. Возникнут ли вопросы в дальнейшем приводе в эксплуатацию этого объекта. И третье. Если это участник долевого строительства, надо все-таки пользоваться теми механизмами взаимоотношений с застройщиком, которые прописаны действующим законодательством о долевом строительстве Российской Федерации, который гласит, одним из наиболее прогрессивных, один из наиболее цивилизованных способов взаимоотношений с застройщиком, это не передача 100% денежных средств застройщику, после которого, если застройщик изначально не имел задачи вас удовлетворить, ваши потребности в полном объеме, это возможность использования так называемых эскроу-счетов. Это мировая практика, которых застройщик и участник долевого строительства, и застройщик не общаются напрямую в денежном вопросе. Есть посредник, в основном это банки или иные финансовые структуры, которые от одних деньги принимают, другим эти деньги передают, причем передают на определенных условиях под определенным контролем. Этим самым все стороны проекта понимают, что над ними есть контроль, это повышает их ответственность и повышает дисциплинированность действий как застройщика, так и дольщика этого проекта. Спасибо за развернутый ответ. В Сочи недавно прошел съезд риэлторов города, это люди, от которых в том числе зависит частота сделки. Вот у города есть какой-то контакт с агентствами недвижимости? Ну, вы очень правильно заметили, что любой проект, как и театр, начинается с вешалки. В вешалке в этом вопросе выступает, простите за может быть такое сравнение, в вешалкой выступает риэлторская деятельность. Вот все проблемные объекты, но, наверное, все непроблемные объекты, подавляющим случаем момент знакомства дольщика и застройщика осуществляется через риэлтора. Ответственность риэлтора в этом невероятно высока, потому что это структура, которая представляет проект и перед участниками долевого строительства, перед дольщиками, которые его пытаются характеризовать, его привлекательные стороны и завлечь участников долевого строительства на участие в этом проекте. К сожалению, надо отметить, что по состоянию на сегодняшний день закона о риэлторской деятельности в Российской Федерации не принят. Несмотря на то, что было несколько попыток его принять, но на сегодняшний день такого закона нет. Есть так называемые стандарты, которые, саморегулируемые, которые принимают наиболее ответственные образования среди риэлторской деятельности, но они не носят законодательной формы, и перед участниками строительства риэлтор может отвечать только тогда, когда он свои обязательства перед дочкой изложил в виде договора и заключил, которым прописал свою ответственность за чистоту проводимой сделки. К сожалению, в нашем городе это не является преобладающим. У нас, к сожалению, в подавляющем большинстве случаев договора не заключаются. И отсюда мы на выходе имеем многочисленные печальные результаты участия граждан в долевом строительстве. Съезд риэлторов, я считаю, очень нужное мероприятие. Мы постарались, не только мы, но и руководители объединений региональных, федеральных риэлторских, довести до участников бизнес-сообщества в направлении обращения с недвижимостью о ситуации, которая складывается, о направлениях, которые необходимо реализовать. И внесены были ряд предложений, каким образом риэлторы должны реагировать на те или иные ситуации, на те или иные изменения действующего законодательства. Было принято обоюдное решение о том, что такие встречи будут проходить на регулярной основе. Я так думаю, что мы сможем сдвинуть, таким образом сдвинуть ситуацию с риэлторской деятельностью в городе Сочи, переводить ее в более прозрачное и на рельсы больше заинтересованное подвижение интересов участников долевого строительства. Обывательский такой вопрос. Обязательно ли сносить уже почти достроенный дом? Есть ли ситуации, когда строение можно изъять и передать его городу нуждающимся? На самом деле, этим вопросом чаще всего задаются горожане, когда видят, как работает техника. Или вариантов нет? Ну, сказать на сегодняшний день, что снос на квартирных жилых домов в городе Сочи приобрел массовый характер, и такого сказать нельзя. Сносились отдельные квартирные строения. Это во-первых. Во-вторых, вот есть нормы действующего законодательства. Я хочу все-таки обратить внимание наших телезрителей на то, что мы живем, по крайней мере, очень стараемся, я понимаю, жить в правовом государстве. Правовое государство – это внутреннее, в моем понятии, это внутреннее необходимое соблюдение норм писанных и неписанных. Писанные нормы предусматривают о том, что объекты самостроя, признанные по суду, подлежащие сносу, должны быть снесены. И здесь иных трактовок, экономической целесообразности, передачи. Возникает всякого рода мысли, всякого рода фантазии у застройщика, что он может через реализацию этих схем получить хоть какие-то дивиденды, преференции, дивиденды должны быть исключены. Он должен четко и ясно понимать, что объекты самостроя должны быть снесены. Михаил Николаевич, подводя итоги, я замечу, что работа у вас очень нервная, но очень нужная. И, наверное, меньше было бы этой работы, если бы не было спроса на такие объекты. И чаще всему виной является правовая неграмотность населения. Проводятся в городе какие-либо профилактические мероприятия? Знаете, все-таки мы считаем, что инструментом проведения ликвидации правовой безграмотности в области жилищного строительства надо вести через риэлторские компании. Потому что они напрямую работают с гражданами. Один из основных направлений через риэлторов. Ну и у нас на сайте департамента висят телефоны, которые любой гражданин может набрать и получить исчерпывающую информацию по вопросам объектов, строящихся, подчеркиваю, законно. Департамент строительства занимается объектами, строящимися законными, имеющими разрешение на строительство. Я в этом вот участии хотел бы довести до телезрителей. Мне многие задают вопрос. Но вы же выдали разрешение на строительство. А вы же почему не контролировали? Вы знаете, государственное устройство подразумевает различные уровни участия различных органов, различных структур в строительстве дома. В соответствии со 131-м федеральным законным местным самоуправлением ответственность муниципалитета является в моменте выдачи разрешения на строительство. Этим самым мы удостоверяем, что на момент начала строительства указанный объект имел право, застройщик имел право на земельный участок, либо собственность, либо аренду. Проект, который он строит, многоквартирный жилой дом, он прошел экспертизу и получил подтверждение, что он имеет право нажить и быть реализован в металле и стекле. А вот дальше начинается момент контроля иных государственных органов за строительство. Момент нашего участия города в этом опробу, когда он получил заключение о том, что объект построен в соответствии, выдать ему разрешение на ввод. Вот таким образом говорить о том, что разрешение на строительство является индульгенцией, по которому дальше застройщик может реализовать свои фантазии в области строительства, это не соответствует действительности. Спасибо, Николай Николаевич. Напомню гостям нашей программы, сегодня был заместитель директора строительства администрации города Сочи Михаил Неудачный. На сегодня все, будьте в курсе всех событий своего города и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова